Говори своё последнее слово и прощайся с этим миром! Эх, прощай, ВСРП номер один и номер два. Что ещё за ВСРП номер один и два? Ты что, ещё не активировал бонус на ВСРП? Где тебе дадут 500 рублей на донат счёт? ВСРП лучший Дарк РП сервер, и вот почему. Здесь ты можешь стать бандитом. За войну кланов можно заработать реальные бабки. На сервере имеется уникальные машины и система тюнинга с автосалонами. Лови промокод старт на 500 рублей. Ссылка на сервер в описании. Встретимся в игре. Вы случаем не скрипачим по 4? Я не спокоен своё рыло. Факсимальный выкуп за мэра 500 тысяч. Мочу ебану. Откуда деньги такие у полиции за мэра? Мне кажется, вам скажут, забирайте себе этого мэра в анальное рабство, он нам нахуй не нужен больше. Ребята, у меня голос такой хриплый немножечко, знаете почему? А потому что, блядь, у меня горло болит. Заебало уже. На холодную погоду я не хожу, я не простужался, нихуя холодного не пил, понимаете? Пиздец. И опять меня. И вперёд по новой. В диапазоне между отчаянием и надеждой. Три пулемётчика. Ну, семья Вист. Кто в сталкер играл, тот поймёт. Вова Вист, Володя Вист, Владимир Вист. Вот они все слева направо. О, кстати. Я очутился благодаря этой карте, благодаря этому ПУ. в том времени, когда я только-только начинал снимать в Дарк РП. Так, всё, лицензия у нас есть, нас не могут отставать. Либо просто могут изъять оружие. Деньги давай, которые у тебя есть. Я искал деньги, давай, которые у тебя есть быстро. Можно, давай деньги, которые у тебя есть. Я тебя искал быстро. Все деньги, которые у тебя есть скидывай сюда мне. Вот, всё, все есть. Это не все. Всё, пошли быстро. Разделим, разделим. Некоторые, наверное, подумают, неужели я начал брать рекламу Дарк РП каналов. Слава богу, нет. Это моё видео с 7-летней давности. Мне здесь 15 лет. Это моё первое видео по Дарк РП. Тогда у меня только появился более-менее адекватный компьютер. Я решил попробовать позаписывать какие-то видео. И мне приглянулся такой режим, как Дарк РП. А что было дальше, вы сейчас видите на экранах. Дело в том, что в этих кривых роликах огромная просто куча смешных и интересных моментов. А смешные они и интересные. Потому что вот я снимаю сегодня админбудни, проверки, там, не знаю, администраторов, наказываю школьников, тупых душнил и так далее. А 7 лет назад я, сука, увольнял полицейского за то, что он сломал мне маник без причины. Ребят, понимаете, я сегодня, я 7 лет назад. Это абсолютно разные люди. И вы должны увидеть это различие. Либо в виде ролика, который я сниму и смонтирую по вашим запросам. Либо в виде стрима, когда мы соберёмся решать, конечно же, вам, ролик или же стрим. А это, ребята, на минуточку. 16-й или же 15-й год. Да, тот самый полицейский участок. Савил Неллана. Я знаю, где продают наркотики, я видел. Да, я тоже знаю, я там тоже покупаю. Ну. Ну. Давай наркотики, пошли наркотики купить. Там нехуёвые, нехуёвые такие. Ой, а чё, чё тут такое? Вот тут наркотики, по-моему, продают. Я, блин, вот, наркотики покупал тут. Нет, нет, скажу так. После предыдущей вставки даже как-то неловко говорить. Но это очередной мелкий ебанат, который нарушил правила ФРРП и полез с наручниками на челика с пистолетом. Поздравляем с нарушенным правилом. Наркотики вот тут вот продают. Да, сюда. Ого, я же говорю, наркотики, да, наркотики. Так, и что дальше? Стой, стой, стой. Чуть. Да, 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 да. Нет, да, подожди, подожди. Прят посвящение, ждём нашим. Там надо, короче. Какое посвящение? Куда посвящение? Заходи, Экосер. Веруй в нашу религию или стань джебной. Веруй в нашу дату. Да нахуя я вашу религию вертел, ребят? Давай. Ребят, не поверите, но мне недавно приснился сон. Но нет, это не основная новость. Во сне я как бы опять очутился в универе, на первом курсе. И там нам в качестве практики предлагают посетить церковь и поучаствовать в репортаже для утреннего эфира какой-то телепрограммы. И, естественно, я во сне за любой движ, и поэтому, не думая, согласился пойти и поучаствовать. Как только я пришёл туда, я понял, что это мероприятие было задумано для журналистов и только, а я был переводчиком. Ну а что было дальше, вы все уже увидели. Потом я проснулся в холодном поту с мыслью о том, что мне нужно срочно записать этот стоп-кадр. Так, а вы ему угрожали оружием, он вам не подчинился, да? Нет, я не угрожал, просто со стволом стоял, он подошёл в упор, достал наручники, связал и всё. А, ну, ферр, поэтому вы правы. Здравствуйте, Нарриторинка. Здравствуйте, на вас была поднажала, поскольку, смотрите, по словам данного молодого человека, он стоял с пистолетом, да? Или ещё вы стояли? Да, у меня был ПМ. Кстати, вот правило у вас 3-6... Вы достав наручники, к нему подойдя, его связали. Такое было? Он стоял не с ПМ. А с чем стоял? А, да, он стоял с ПМ. Вот, у меня ещё вопросик такой по правилам. У меня вопросик такой по правилам, Озикс. Мы его окружили, сзади стоял наш сектант с оружием. Мы говорили ему опустить оружие, его уцелились, и мы надели на него напущение. Мне никто ничего не говорил, мне просто молча он подошёл и связал. Давайте так, в любом случае, вы связали вооружённого человека. На сектантов ФИРРРП распространяется, поэтому у вас нарушение правил ФИРРРП, в случае выдачи наказания вы получаете бан на... Подождите, 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 админ, 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 админ. Ещё раз, стоп, 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 ещё раз, стоп. Здравствуйте, показывайте демонстрацию экрана. Посмотрев демку, мы с админом поняли, то что у меня была камера направлена на вид со спины, а не от первого лица. То есть у меня камера была прикреплена к спине и снимала всё то, что происходит сзади. А каким образом я держу так оружие, не спрашивайте. Ладно, это всё смехуёчки бессмысленные, на деле сухой итог такой. Мы поймали пиздобола школьника за нарушение правила ФРРП, а также у него есть все-таки обман администрации. Но я так и не понял, почему его не выдали. Нашение права 3.15 я там не вижу. Задание, в котором вы находились, не является общественным, так как оно располагается в криминальном районе. А свидетель, это его напарник, такой же замаскированный сектант. Окей, хорошо. Хорошо, да. Насчет обмана. Скажи у вас, какой цели вы попытались меня обмануть? Вы не стояли, вы не находились за спиной человека. Он смотрел прям четко на вас. В моменте он повернулся на вас. Не, не, просто вы четко сказали за спиной. За спиной? Это вот, за спиной. Но это никак, не вот тут, не вот тут. Это за спиной. Ебать, гений, где тут тогда за спиной? Ты справа или слева от меня типа стоял, пока я к тебе не повернулся. И ты тут же меня заковал. Где за спиной? Игроку было выдано бан на пятнадцатом причине херопа. А обман администрации, он чесал то, что там было все нормально. Обман администрации, смотрите, существует человеческий фактор. Обман администрации, создано правило для администрации. И когда здесь я прям жесткого, как говорят, обмана я не увидел. Но он же говорил о том, что он сделал все, не выходя за рамки правил. А оказалось так, что он нарушил. Да, он правило нарушил, вы правило. За это он получил заслуженный бан. Тем более, если вы будете в набор администрации, вы заодно разобрали жалобу, будете получать один маффин. А это как бы... Да у меня кондитерская в реальной жизни, мне маффин немножко. А, ну, один... Донат рубль, хорошо. Если он так будет проще. А-а-а. Ну, надо будет подумать. Но сначала хочу донатером быть. Сколько у вас сейчас донат-счет? Сколько у вас сейчас на донате? На донате тысяча? Я трахал вашу мать, ребята! И я трахал ее десна. Да? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. А как твои дела, друг? У меня все отлично, трахал какого-то, блядь, долбоеба. И что, как она, нормально? Пик, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что... Пик, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое... Ну, в... Алло. Нет, ты все правильно расслышал. Я сказал, в таком случае могу тебя поздравить. Всего хорошего. Дожились, блядь. Ебатин шмыгнул. Сука. Что за админ там интересный такой? Пиздец. Я, кстати, не вижу, у кого какая привилегия. Это, конечно, минус. Но все же... Ладно, хуй с ним. Хорошо. Будем жить в неведении. Оттого интереснее, с кем я буду пересекаться по ходу игры. На самом деле, блядь, по делам. Будет за языком, сука, следить. А че не дома? К стене нахуй. Зашел нахуй обратно, блядь. К стене лицом. Да, обратно зашел. Проникновение. Ты меня фридомагнул. Стой, да я только вышел с тюрьмы, да. К стене нахуй. Проникновение. Внимание, вопрос. А за что ты меня... А за что ты меня стрельнул? Ты че тупой, ебать? Не подчиняешься требованиям? Полиция я гандал. Я его забираю, Волтер. Зашел в камеру обратно, я тебе говорю. Волтер, Вайд. Волтер, Вайд. Да, выбираю. Да, и его тоже тэпай сразу, вот. В кого? В камеру обратно, все разойдитесь. Все скаломонутся. Это Мелин от... От меня ДМК. В КамЧас арестовал? Да, да. В КамЧас арестовал, и что? А что такого? Ты не дома в Комендантский час, еле как подчинился требованию развернуться лицом к стене. У тебя с восприятием информации проблемы. А что, а почему стреляли в человека? Так, а зачем стрелять? Потому что я не знаю, что у него на уме. И их там несколько. Плюс еще человек, который с монтировкой пришел в тюрьму уже. Хорошо, пойдемте демонстрацию экрана, смотрите, Волтер. А реально, зачем смотреть демку, если я не отрицаю того, что я по нему стрельнул? По-хорошему, у меня там максимум светит из нарушений только фридомаг. Я как бы этого и не отрицаю, но я пытаюсь заговорить с администратором, и он успешно на это забивает хуй. Вроде бы они шли смотреть демку, но что-то потом пошло не так, и демку они в итоге даже не посмотрели. Остановилось все на том, что мне просто говорят, что я вот это и вот это нарушение. Все, больше разговора никакого не идет. Так я его арестовал до этого или что? Я по никам, что ли, помню? Или я через решетку увижу человека, вспоминаю? Мелин, у вас норпэ? И сколько было? Нонорпэ в чем? В чем норпэ? А секунд комчаса или секунд? Секунд комчаса. А там 200 с чем? Ну если 230, то, может, он имеет уже право тебя арестовать. Смотрите, посмотрите, пожалуйста, демку и скажите, сколько секунд. Я по времени нормально его арестовал. Комчас начинается на 5 минут, то есть 300 секунд, грубо говоря. Алло, ребят, вы меня слышите, нет? Да, слышим. Я говорю, я его по времени комчаса арестовал, все в рамках правил, все нормально. Конечно, я вас не хочу убедить, но вас прийти на слышать. Вот, снижаюсь. Более-ля, зыц. А ты как, на электростанции сидишь? Просто тоже ощущение несприятное тебя слышать. Я все понимаю, конечно, да. Бывает. Так а в чем-то Нон-РП, ты мне хоть скажи, я просто не пойму. Не Нон-РП, а Фридомак. Там, да-да-да-да. Так это, тоже, говорю, там, нет, Нон-РП. Там Фридомак и Нон-РП вообще-то. А в чем Нон-РП-то? Ну, скажите, пожалуйста, человек, ну, разумный человек за профессию полицейского будет стрелять уже арестованным человеком. Стрельнул? Скал просто к стенке отойди или что-то... Нет, я тебе несколько раз сказал в камеру уйти, ты не слушался до того момента, пока тебя не тэпнули. Ты так и не ушел в камеру. Слушайте, парни, парни, я был там, слушайте, ребята, я был там и видел, они не обязаны заходить в камеры, они уже в тюрьме. Ты хочешь обман или в заблуждение? В каком смысле? Нет, нет, Волк, я видел все, я слышал то, что там он вас загонял в камеру, все дела. Он, он, короче, сказал, он, он по мне стрельнул, то есть он моего друга тайзерит, он падает, он просто достает ствол, меня один раз стреляет, у меня стрельнул, я ему говорю, зачем ты стрельнул? И он мне начинает говорить, типа, зайди в камеру или что-то такое. Ну, я это и сказал. Я говорю, я слышал. А в чем проблема? В чем тут обман? Они обязаны подчиняться вооруженному человеку, который дает приказы, в чем логика? Слушайте, нет определенных правил в тюрьме, в тюрьме нет определенных правил. В смысле нет определенных правил, это правила сервера, я об этом говорю. Мэри, ну вас на... Вам ясно ваше нарушение? Ну, у него ФРРП, почему ты об этом не говоришь? Я даже его не отказываюсь, нисколько. Я не вижу здесь ФРРП. В смысле не видишь здесь ФРРП? Я отдавал приказы уйти в камеру? Отдавал, ты на демке это видел, в чем проблема об этом сказать? Я еще ничего не видел, мы не шли в Дискорп. В смысле, а как вы демпу смотрели? Ты ж только что говоришь, вы смотрели демпу, в чем проблема? Но так вот, он говорит о том, что я отдавал приказы уйти в камеру, в чем проблема? Ну, так поработай над его нарушениями, обрати на них тоже внимание, почему-то на меня забиваешь, как на человека, который тоже имеет претензию. В смысле, не... Я тебе после этого говорю, уйти в камеру, ты этого вообще не делаешь, ты на это просто забил. Ладно, этот чел мне не хочет слушать, он просто перебивает в тупо. Послушай ты меня хотя бы. Я, когда выстрелил, я после этого... Что тише, дай я хоть скажу. Твоё рыло, заткнись, пожалуйста. Иначе что будет, кусок дерьма ебаного. Комнатный хуесос. Короче, смотрим. Вот здесь решётка. Закрой нахуй пасть свою, блядь. Закрой нахуй пасть свою, блядь. Урод ебаный, блядь. Что тише, какого хуя ты меня не слушаешь, просто, блядь. Какого хуя ты просто забил на то, что я говорю и то, что у меня есть тоже претензия. Почему ты, блядь, с этим не разбираешься? Да, слушайте. Что мне слушать? Я слушаю всю жалобу. Ты меня заебал уже, серьёзно. Я заебал уже, серьёзно. Ты чё так базаришь? А что? А что? Послушай, что я тебе... что я вам говорю. Да ты мне говоришь всю жалобу, одну и ту же хуйню. Как будто я отпираюсь, что у меня нет нарушений. Блядь, мне единственная претензия, просто рассмотри то, что я тоже считаю нарушением. Неадекватно... Ебаная неграмотная обезьяна, закрой нахуй пасть свою, блядь, деревенскую. Никому неинтересный кусок хуйни. Простил. Ебать, меня так волнует твоё прощение, ты вот не представляешь. Деревенский ебанат с ума сошёл, по кругу бегает, пиздец. Всё заткнулся? Нет, не заткнулся. А ты чё, ждёшь, не дождёшься этого? Серьёзно? Ну так, ходишь, пожалуйста. Давай, Малин, поговорите, что вы хотели сказать. Меня не устраивает то, что когда я использую оружие и отдаю приказы человеку с этим же оружием, то есть он уже видел и, грубо говоря, испробовал оружие в действии, когда я отдаю после этого приказы, человек их игнорирует. Приказы отдавались не один раз. Если ты смотрел демку, то ты, скорее всего, это достаточно внимательно и хорошо видел и слышал. Но ты этого не делал. Ты был занят тем, что ты просто сказал тэпнуть тебя на жалобу и меня. Молодец. Малахов, всё, я вас все выслушал. Малахов, слушай. Тут вот этот молодой человек утверждает, что заключённый обязан заходить в камеру, когда на них наставляют оружие. Ты не об этом сказал. Ладно, он не слушал меня большую часть жалобы до этого момента. Ладно, он потом переобулся, потому что, видимо, что-то узнал в манере речи. Ну, блядь. Когда ему говорят, что челик не слушался приказов, которые ему отдавал другой игрок с оружием, он берёт и пересказывает это таким образом. Мол, я просто достал оружие, и я должен телепатически людям передавать свои мысли, куда они должны идти и что они должны делать. Пиздец. Я кучу раз на стримах, на роликах показывал наглядно, что Даркерпэ – это тот режим, где очень важно уметь разговаривать, правильно доносить свои мысли. Я свои мысли донёс правильно, но чел их интерпретируют так, как, блядь, я не понимаю как, какого хуя. А что, хорошо. Ты неправильно интерпретируешь, в чём проблема нормальная? Хорошо, расскажите, хорошо, расскажите вы, расскажите. Я угрожаю оружием и сказал разойтись по камерам, потому что на тюрьму совершается налёт, человек хочет взломать камеры, чтобы освободить заключённых. В исключениях нету того, что там во время отсидки срока в тюрьме нету какого-то там ФИРРП, типа оно отключается. Хорошо, давайте прошлое сделаем. Пойдём посмотрим. Блядь, давно пора. А у него разве демки нету? Он только что говорил, что у него демка есть, всё такое. Она была... До того, до чего? Вот ты меня нарисовываешь. Я могу сказать так. Мэрин, у вас нон-рп, 3-дамаг, неадекватное поведение на разборках. Всё. Да, он просто стрельнул. А почему только у меня неадекватное поведение на разборках, если меня затыкать начали? Ну, вы всю жалобу говорили первую, и вы меня фактически не слушали. Я ничего не мог сказать просто потому, что говорил либо он, либо он. То есть я только сейчас начал потихоньку что-то рассказывать более-менее нормально, когда я начал уже повышать тон. Потом же... Ну, слушай, мне неприятно, когда какое-то оно меня просто берёт, затыкает, когда я хочу попробовать высказать со своей стороны. Если меня не слушают на жалобе, нахер я тут нахожусь. Ну, ты ситуацию понял, но ты забил просто на то, что меня принижают на жалобе как человека. Ты забил на то, что в мою сторону так же человек нарушил правила. И ты мне одному только выписываешь наказание. Ну, вернее, хочешь это. Это очень справедливо на самом деле, да, молодец. В смысле нет доказательств? Кто тебе сказал, что у меня нет доказательств? Чего конкретно тебе доказательства надо? Давай начнём с этого. У меня есть демка, только почему-то ты её в конце жалобы просишь. И у него была демка, он говорил об этом. И он пересказывал всё, что там типа было на демке. И он мне угрожал обманом администрации. Можешь уйти отсюда, пожалуйста, если ты не понимаешь, что тут жалоба проводится. Не мешай, пожалуйста. Вы случаем не скрипачем по 4? Да, просто меня поярли. Для меня это оскорбительно, на самом деле. Оскорбительно? Нет, просто у вас интонация такая же похожая. Я хотела сказать для вас, что поварный запас у вас хороший. Я про то, что просто задал вопрос, что у вас оскорбительно, извиняюсь. Ты меня фридомагнул. Стой, да я только вышел с тюрьмой. Ну, НРП, он говорит о том, что ты меня фридомагнул. Как я за полицейского должен это воспринимать? Ну, это кто сказал? Это вон тот человек, который за камерой. Это тот, который сейчас с нами на жалобе сидит. Вот еще раз. А, ты можешь пролить? Да. Дальше. То, это я тоже вышел. Внимание, вопрос. А за что ты меня, а за что ты меня стрельнул? До сих пор стоит, ему сказали уже два раза, чтобы он зашел к себе обратно. Ты что, ты по-ебать? Стоит, по-по-по-по-по-по-по-по. Полиция я гандал. Тут еще животное какое-то провоцирует полицию. Зачем? Забираем, Алтер. Каким требованиям? Я в церкви. Вальтер. 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 Вальтер, да. А, можно вопрос? Предупредительный дал. Да. Можно тебе вопрос? А где, собственно, момент там, где вы сказали, что будет проникновение какое-то в полиции участок? Это и есть проникновение. Он... Сейчас я тебе покажу. Вот отсюда. Я уже увидел, как человек бежит. Сейчас. Вот. Сейчас как-нибудь поинтересному здесь. Вот тело бежит. И оно взламывает ПУ. И далее я уже захожу и вижу, что это тело стоит с монтировкой и ломает двери. И оно улетает за проникновение на территорию ПУ. Пока этот там что-то высирает в микрофон, я говорю, чтобы человек зашел. Уточняю, подчиняется ли он требованиям моим, чтобы это было на демке. Алта, каким требованиям я в тюрьме... Хорошо, и все, и все, и все. Уточняю, я в тюрьме. Вальтер. 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 Когда будет себя по камерам сидеть спокойно, я смогу нормально либо зайти в эту тюрьму и позакрывать камеры. Если они, конечно, закрываются. И никто не будет выбегать просто под крики «мусора сосать», «мусор хуесос» и так далее, как вот этот вот делает. Вот. А это уже будет провокация правоохранительных органов. Можете подать жалобу. Мужчая провокация органов на то, чтобы я открыл дверь и что-то сделал ему. Ну, смотрите, так как у нас не закрываются камеры, то они могут гулять. Но это не точно, я проверю обязательно прямо сейчас. Ну, смотри, в них можно зайти, можно зайти. Я могу отдать приказ, чтобы человек зашел туда на правах полицейского, который отдает приказы какому-то заключенному. Заключенному приказы не отдают, что ли? Подчиняются, могут же и выйти, понимаете? Тут спорный очень вопрос. Ну, мне главное, мне не принципиально, выйдет он потом, не выйдет. Мне главное, чтобы он послушался приказ, который я ему отдал в эту минуту. Чтобы у меня на глазах он пошел его и исполнил. Чтобы у меня не было там каких-то догадок. Фир РП, не Фир РП. Человек, помимо Фир РП, уже Нон РП нарушил. Он переводит диалог в Нон РП, ну, метагейминг. Или же Нон РП, как у вас тут устроено, нет? Да, и его тоже ТП сразу. Это тут уже я пришел, да. Вот, и он уже все. Сначала ВРП со мной разговаривает в формате, потом уже просит тебя тэпнуть, но ему уже похеру на то, что там зайти, не зайти, хотя он должен был уже давно там сидеть. Вот и все. Вот тебе и вся демка. Хорошо, я вас услышал. В общем, я посмотрел на демонстрацию крана. Сейчас я кое-что слетаю, уточню, чтобы был... Ясно просто, сейчас, секундочку. Я посмотрел на демонстрацию крана, у Мерлина нет нарушений. Волтер, единственное, единственное, что я могу превратиться к Мерлину, это неадекватное поведение. Если бы вы друг на друга кричали, тогда ладно, я бы еще сказал, что, ну, прекратите, хотя бы вы не слушались и так далее. Насчет неадекватного поведения, тут, ну, есть увольнение. То есть, некомпетитные тот самый... Нет, это было на жалобе. Это было на жалобе, я укрыл тонны хуев его, Волтера, потому что, ну, я посчитал, что я не хочу терпеть, как меня затыкают на жалобе, когда я не могу ничего сказать толком в свое оправдание. Волтер перебивал, да? Волтер перебивал. Меня перебивал не только Волтер, мне постоянно говорил, тише, 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 так же и администратор у Калеля, и так же Волтер сказал, чтобы я завалился. Ну, то есть, меня сначала не хотели слушать, до тех пор, пока я не начал тупо на них орать. Просил молчать вас всех, потому что я хотел услышать кого-то одного, чтобы ты заловать, поэтому я говорю, тише. Правильно, да. Я хотел услышать, чтобы ты не выречай. Да, ты говорил, тише, чтобы услышать кого-то одного, и ты слушал почти всю жалобу Волтера, пока я все-таки, ну, не воспрял духом. Так, Мелли, ну, согласитесь, у вас тоже нарушение есть. Какое? Понимаю, ну, то есть, мы же не можем создать это без внимания, потому что игрока тоже отматерили. Насчет неадекватности, ну, получается, у обоих неадекватности. Да, ну, потому что, ну, треш, конечно, извиняюсь за выражение, был, как вы, скобляете игрока, ну, понимаем. Насчет демки, насчет моего обмана администрации, что ты еще скажешь, мне вот интересно. Что ты там хотел приплести, как обмана? Слышишь, дядя, объясни мне за обман администрации, я так и не понял, где он у меня. Мне вот очень интересно. Может, хватит меня перебивать, успокойся. Ты сейчас только что молчал. Да, я бы тебя, нахуй, град бы разрядил на самом деле. Получается, что? То есть, вы считаете это нормальным только то, да? То, что он меня сейчас перебил, и опять начал... Получается, что? А то, что он стрелял с пистолета, это... Хочешь еще, ебану, у меня еще 90... У меня 100 патронов еще с собой. Не стоит, не стоит, не стоит, не стоит. Давайте договоримся. Мы закроем глаза на неадекватное поведение у обоих. Хорошо? Вы согласны оба? В итоге, хорошенечко так подумав, я понял, что... Ну, да, у меня получится какой-то там час бана за неадекватное поведение, и я, в принципе, готов с этим смириться. Но нельзя же просто так с поля боя уходить, не забрав никого с собой, правильно? Помните приколюху с МРБ? Ну, массовое нарушение правил от пяти и более. Так вот, здесь можно выбить МРБ игроку, начиная с трех нарушенных правил. У него неадекватное поведение, у меня тоже, но помимо этого, у него феррп и нон-рп уже три нарушения, а я люблю подливать масло в огонь. А я, если человеку какие-то приказы отдаю или же диалог с ним веду, ну, в формате отыгрыша своей роли, это же считается отыгровкой рп? Ну, получается, да. Ну, а если он в тупую игнорил то, что я ему говорю? Это помимо феррп же еще и 1.38. Тут уже МРБ, пахнет походу. Но по факту он игнорил все мои приказы, спрашивал, почему я его зафридомажил от АМГ, и вот вам уже пять правил. Типа, меня можете на час выкинуть там спокойно, даже эту максималку за неадекват дать. Просто, я просто читаю правила, мне очень интересно. У меня есть неадекватное поведение, да. Не перебивай сейчас меня. Ты-то только что молчал, кто тебя перебивает? В общем, да. Я мешаю тебе думать или что? Я бы так жестко все разумно не был. Короче, я бы его просто начали. Я бы просто сказал, что, типа, не надо так себе пистолет и все. Я бы вообще, типа, даже любые вещи у меня. Да, но вместо этого ты меня перебивал на жалобе, и теперь получаешь то же самое в ответ. Не удивляйся и не жалуйся, пожалуйста. Сейчас перебиваешь ты меня. Да, 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 да. Я сейчас разговариваю. Да, и что? Что ты не сбиваешь? Я ему говорю, замолчи. Я сейчас начинаю, и ему вообще все равно. Нет, ты сказал, не замолчи. Я могу процитировать, как ты это конкретно сказал. Сейчас я гляну демку и скажу точно. Ты мне сказал, закрой свое рыло, заткнись, пожалуйста. Это не совсем уважительно для меня. Для меня это неприятно, и я не буду такое терпеть. Поэтому я тебе, конечно же, и укрыл хуями. МРБ есть там или нету все-таки? МРБ есть. Все, тогда давайте закроем жалобу. Я получу свое неадекватное, заслуженное. И он свой МРБ тоже заслуженный. Так, Мелан, я вам выдаю. А я войс-то не вырубал. Обязательно, обязательно. Хуесос, всратый. Че думал, блять, перебивать меня будешь всю жалобу? Да нихуя подобного. Чтобы вас гондонов давить, даже войс-мод не нужно вырубать, понимаете? Просто пиздец. И вы, наверное, подумали, что ролик закончился. Ну, конечно, хотелось бы, но у меня там материала второго. Писюрик чуть-чуть остался. Его вроде бы хватает на второй ролик, а вроде бы я могу сделать один большой. И все тут, в принципе, будет как вы любите. Школьники, микроболваны, бандиты, долбоебы и прочие сорта говна, которые собрались в одном и том же ролике. И еще убедительная просьба, ребята, пожалуйста. Не забывайте про мое предложение в начале насчет вот этой ретроспективы по ушедшей эпохе ДРКРП 15-го года в моем лице и в моем исполнении в 15-х. А ты его все... А двоих документов твой друг. За что ты его задержал? Что я взял у тебя документы и я отыграл. Стой. А за что ты его задержал? Я хочу отыграть то, что типа... А ты не можешь быть все-то просто. Какая не ваша причина? Не ваша причина, бля. Просто пиздец. Нет комментариев вообще, нет слов. Даже отвечать на это нихуя не хочется. Вон он, вон он, вон он. О, здравствуйте. А вы что, человека убить хотите? Кого? За что? Где тот человек? Это очень сложный вызов был сейчас. Он только что ушел. Нет, пошлите туда просто. Для допроса. Нет, зачем вы можете пранкнуть сейчас обыскать? Наличие чего, я же хочу. Наличие оружия. Давайте я вас обыщу просто и все. По причине какой? По какой причине? Подозрение убийства. А, труп? Подозрение убийства. Есть еще, может быть, там орудие убийства. Быстро вставили лицом в стене. Есть и дуло лицом в стене. Я вас сейчас арестую за неподчинение. Я ж на диалог иду с тобой. Считаю до десяти. Раз. А ты умеешь? Три. Четыре. Пять. Четыре. Шесть. Пять. Пять. Восемь. Просто фу, какой конченый выглядок на этом полицейском. Я нормально к детям отношусь. С пониманием бывает. Но когда они, сука, ведут себя как конченые мрази, ну это просто пизда, ребят. Но у меня же, надеюсь, видно, что я пытаюсь у него узнать вообще подробности вот этого РП-процесса. Ему просто похуй на это. Обезьяне дали арест палку, а также наручники, чтобы сажать людей в тюрьму по поводу ИПС. И вот обезьяны этим пользуются, обезьяне большего не надо. Если вы в таком полицейском узнали себя, пожалуйста, нахуй, удалите эту игру. Умоляю вас, в любую РП-игру никогда в жизни не играйте. Устраивайте РП-игры с катышками, блядь, и своего пупка. Но только не здесь, не мешайте людям играть. Ладно, давайте попробуем поменьше токса к этому школьнику, потому что все могут ошибаться, кроме школьников-долбоёбов. Но может быть он нормальный? Я у него спрашиваю, кого убили, откуда, чем убили и так далее. Что может быть убили? Может быть убили, сука, моё чувство юмора с каждым таким долбоёбом? Я вот, ну серьёзно, замечаю, что я с каждым таким идиотом всё хуже и хуже, блядь, шучу. У меня и так чувство юмора и шутки не ахте, а тут вообще с каждым заходом на ДРКРП крах какой-то. Опа! Мак-1, лицо к себе, лицо к себе. Выстроил. Опять ты не доискал чего-то? А у вас есть лицензия вообще? Да, есть. А? Ну-ка, пошли все. Ну-ка, показывай. Я связанный, как я тебе покажусь. Эльфийский знаешь? Какой эльфийский? Подожди. Что за... Блядь, я не вижу, блядь. Нанюханный, что ли? Какой эльфийский? Это вопрос был всего лишь. Ранимый? Еще одну? Ахуеть. Что еще одну? Я не пойму. Так, а за что меня разыскивают? А, утка пиздет. Понял, чел проигнорил полностью РП. Игнор РП. Да, у меня было оружие. Оно было без лицензии. Стоп, блядь, он... Ха-ха-ха-ха, пиздец. Он же просто полный игнор РП. Нормально так нарушил. Красава, красава. Хорош, пацан, хорош. Кидораста. А он еще на меня... Он на меня жалобу еще, знаете, кинул до того, как я его даже уволил. Превентивная жалоба или что это, блядь? Сейчас я вам покажу, откуда меня планировали увольнять, блядь. Вот отсюда. Извините, пожалуйста, а у кого мне брать лицензию, если здесь вообще никого нету? На что у него жалоба? На чину увольнения. Не очень понятно. Что он вообще голос искажет? Это же, по-моему, запрещено правило. Не запрещено. Ты меня нормально слышишь, что я говорю? Это не так проблематично. Почти ничего не понимаю, ну ладно. А как ты со мной тогда разговаривал в РП? Короче, не на это жалоба. Том, блядь, ничего не понял. Как ты со мной в РП разговаривал, интересно, раз ты не понимаешь ничего? Отстань. Что отстань? Ну, я ж нормально обычно вопрос тебе задал. Как ты со мной разговаривал и понимал, что я говорю? Когда я с тобой разговаривал в РП? Если вы его не понимаете. Да я его не всегда понимаю, но я не говорю то, что я его вообще не понимаю. А, то есть ты просто то, что я говорю, под оскорбление просто так записывал, да? Не понимая, что я сказал. Ладно, хорошо, вернемся к этому позже. На что у тебя жалоба? За то, что вы его уволили с причиной полный неадекват, если не понимаю. Да, полный неадекват в наркоопьянение. Причем тут наркоопьянение? Я че тебе такой, э, ты че, э, ты глухо хочешь? Нет, если б ты так говорил, я бы написал то, что дегенерат умственно отсталый и такие не должны работать в полиции. Я ж написал в наркоопьянение. Ты вообще, ты мне эту лицензию так и не показал, я тебя арестовал. Ты меня, во-первых, оскорбил. А ты, слушай, не захотел вообще ничего. Спросил, есть ли лицензия? Говорю, да, есть. Ты потом начинаешь просто бегать со мной в наручниках. Я говорю, ну че, движение типа какое-то будет? Потом ты мне говоришь про эльфийский какой-то. Я думаю, то, что, ну, сотрудник у меня нанюханный, либо под таблами просто гоняет. Он принял это за оскорбление. Я говорю, ну это ж вопрос был обычный. Мы будем лицензию смотреть, я у него спрашиваю? Вот, он еще что-то под оскорбление записал и арестовал меня. Так и не проверив лицуху. К слову, почему мне не пришли лицензию? Ну, во-первых, я вообще его ник не вижу. А как ты меня туда вообще заковал в наручники? Как ты со мной разговаривал? Ну, а как тебе это помешало со мной ролл отыграть ими? Так, про ролл не обязательно, по-моему. А как это, как это, да потом лицензию будешь проверять поддельную? Ты же в реальной жизни как-то проверяешь. А тебя вообще поджаловать? На тебя вообще это цель. Я на тебя вообще, когда оружие наставил... Да мне похуй, что ты там наставил, я не с тобой говорю. Получается так то, что... Мне он начинает угрожать оружием. Вот я спрашиваю, а в смысле по причине какого убийства? Есть ли труп там, нет? Ну, то есть РП, диалог обычный. Мне вот просто интересно, кого я из чего убил. Я говорю, есть лицуха? Ну, давайте, показывайте. Я стою в наручниках, говорю, ты закроешься, нет, когда-нибудь? Ты закройся. Пиздец. Блядь. Да чего смешные крестьянские дети? Ладно, продолжим. Так, как я должен... Я нихуя не слышал, мне сверлят. Но меня арестовали, да, за нелегальные предметы, нелегальность которых не была подсеркнена по факту. Я сказал, у меня есть лицензия, ты не захотел ее нормально проверять. Я стоял все время в наручниках. Вы, это сотрудник полиции, вы должны ее проверить сами. На нем он должен, у вас молите о пощаде и махите. И так же игнор РП. Ну, как бы все. Потому что вы заменены от игру, говоря... Какой игнор РП вообще хочу? А, ты еще и правил не знаешь. Ебать клиника. Ну, я в принципе не удивлен. Ну, вам человек сказал, у меня есть лицензия, вы, как сотрудник полиции, должны ее проверить. Ну, вот просто вот ради интереса, блядь, что это за чудо? Это не ему. 760 часов в Гарисмоде он до сих пор не знает таких базовых правил, которые распространены. Я сам посмотрел, сам же. Блядь, гений, я играл, блядь, всегда на серверах, блядь, в которых нету никакого игнора РП, блядь. На хуй ты оправдываешься. Какая у тебя разница, блядь, вообще, сколько у меня часов в Гарисмоде? А тебе так что, это сильно задело? 700 часов в Гарисмоде проебал? До сих пор какое-то одно правило не вылечу. Да, ничего, еще что скажешь? Удачного антогенеза. Банил, нахуй. Биологию, зачем ты добавишь, что я сказал? Здесь не то вопросов. С какими причинами будут? Да какие у него вопросы могут быть? У него на лице, ты видишь, что она... Физиономия, полное непонимание того, что происходит. Физиономия, полное непонимание того, что происходит. Физиономия, полное непонимание того, что происходит.